Какая основная на сегодняшний день проблема во взаимоотношениях государства, общества и бизнеса? Сегодня три основных категории существуют в любой стране. На мой взгляд, главная проблема – это отсутствие доверия. Причем она такая цикличная. То есть государство, я обобщенно буду говорить, там разные звенья, цепочки. Иван Блестящий показал, что многие государственные служащие мыслят правильно абсолютно, в контексте, что называется, в контенте. Но преимущественно ситуация такова. На сегодняшний день государственные лидеры разных уровней не доверяют населению, не доверяют ниже стоящим организациям. Поэтому не наделяют их полномочиями, а нет полномочий – нет ответственности. Вся полномочия, вся ответственность, все стекается наверх. То есть это старая модель, когда именно государство обладало приоритетным преимуществом принятия оптимальных решений. Потому что весь опыт управления на всех этапах, он накапливался в различного рода документах и сводился на самом верху. Сегодня картина принципиально другая. Сегодня, благодаря компьютеризации, цифровизации, каждый отдельный член общества обладает, по сути, доступом ко всей базе данных, на основании которых можно принимать оптимальные и эффективные решения. Поэтому нужно менять модель управления, это совершенно очевидно. Из чего, собственно, состоит управление в государстве? Здесь тоже некая существует каша в сознании и в головах. Значит, есть государственный сервис, то есть это оказание услуг населению. Это обычная, достаточно тривиальная деятельность, которой занимается большинство государственных и муниципальных служащих. Есть государственное управление, то есть это стратегия, это политика, это законы, это налоги, это безопасность, это экология, ну и так далее. Происходит смешение этих понятий и элементарные госслужащие, просто оказывающие услуги, мнят себя великими, так сказать, управленцами и вот относятся к населению как к своей, так сказать, пастве, которой они вот управляют. Нужно от этого их избавлять, а избавить от этого могут только граждане, только само население. Сами они от этого никогда не избавятся. Госуправленцы другая категория, но это один из, там, десяти тысяч, может быть, госслужащих. Ну и третье очень важное, это самоуправление, самоорганизация. У нас это все сведено к деятельности, по сути дела, муниципалитета, а это совсем не так. Самоуправление это прежде всего партии, хотя в нашей стране партии другую задачу несут. Они просто приход к власти и получение вкусных мест, так сказать, во власти, но приход к власти должен вести за собой ответственность за принимаемые действия. У нас партии не несут ответственность за принимаемые в стране действия. Это НКО, но это более-менее у нас развивается тоже не в ту сторону, но гораздо важнее несколько иные форматы, которые были в царской России, которые есть в большинстве государств мира. Это прежде всего, когда граждане выбирают наиболее авторитетных людей, которым они доверяют, которые могут быть управдомами, которые могут быть старостами. Это люди, которым больше всего доверяют граждане. Да, они не обладают реальными, так сказать, имущественными правами и полномочиями, но их уважают люди, и они отвечают на это доверие, они добиваются от власти решений, которые соответствуют интересам граждан и населения. Ну и так далее. То есть это вот три формы, над которыми нам стоит, конечно же, вне всякого сомнения всем работать. Хочу также сказать, что, конечно же, граждане должны постоянно помнить о том, что высший закон нашей страны, это Конституция, в третьей главе говорит о том, что главным носителем власти в России является народ. И народ реализует это свое право как через форму государства, так и через иные способы, иные методы. Вот мы про иные почему-то забываем, и все это пытаемся реализовать только через государство. О том, какие это возможные методы, я уже сказал. И есть положительные примеры, о которых не нужно забывать. Совсем рядом с нами, Финляндия. В Финляндии все так устроено, что граждане доверяют власти. А почему доверяют? Потому что они могут реально контролировать реализацию властью тех наказов, которые давались гражданам при выборе этой власти. То есть этот механизм работает. Государство доверяет гражданам, граждане доверяют государству и выполняют все те решения, которые принимает государство. Даже если они сначала кажутся не очень правильными. Вот в этих условиях возможна реализация реформ. Если этого нет, то ни одна реформа не имеет права, по сути дела, на реальное осуществление, что, к сожалению, происходит в нашей стране. Не надо думать, что реформа сама по себе, будь то цифровая экономика, инновационный подход, создание условий для инвестиций и так далее. Само по себе это не даст. Должно быть полное взаимопонимание и доверие между народом и властью. Про бизнес не говорю, он из этой же категории. Ну, собственно, время мое подходит к завершению, поэтому не буду останавливаться далее на многом. Скажу лишь об одном. Я всегда с детства занимался спортом, и так повезло. Меня всегда капитаном команд везде, так сказать, выбирали. И я был убежден, что спорт – это полноценная модель жизни. Почему футбол – самый популярный вид спорта? Кто-нибудь может сказать? Я вам объясню моя версия, потому что это самый коллективный командный вид спорта. Ни в одном другом виде спорта не участвует одновременно столько игроков. Поэтому нужно опираться на другую модель, которая позволит соединить все то, о чем я пытался ранее сказать. Это модель семьи. Ко всей жизнедеятельности нужно относиться к тому, как мы относимся к этому в своей семье. В семье есть все. Не буду расшифровывать, задумайтесь. Там и финансы, инвестиции, ответы, распределение полномочий, там все есть. У нас же считается, что в личной жизни это одно, в производственной жизни другие правила, а в жизни государства там совсем какие-то третьи отдельно существующие. Полнейшее заблуждение. Везде одно и то же, везде одни и те же люди, которые должны жить по единым общим правилам, которые прежде всего на протяжении уже многих тысячелетий отработаны именно в семье. Мы у себя в институте 10 лет назад такое решение приняли, и студенты, молодежь обладают реальными, так сказать, полномочиями. Совершенно реальными. Преподаватели многие спорили, как это так, если студенты будут выставлять свои оценки каждому преподавателю. Значит, они будут выставлять тем, кто низкие требования предъявляет, кто разрешает прогуливать там и так далее. Ничего подобного. Когда есть доверие, есть ответственность. Принимают взвешенные, объективные, абсолютно адекватные оценки выставляются. И мы ими руководствуемся при назначении преподавателей и административных лиц. То есть все это не просто хотелки. Все это можно сделать, и все это работает. Спасибо.